Далее об особенностях управления внешним долгом. В течение прошлого года за счет его средств профинансирован ряд инфраструктурных проектов. В частности, проведена реконструкция автомобильных дорог, строительство водоводов, 15 пунктов распределения питьевой воды, а также реконструкция 817 гидротехнических сооружений. Это лишь малая часть примеров использования средств в заимствовании на проекты инфраструктуры. По данным Центрального банка, финансовый счет за 9 месяцев 2022-го впервые за многие годы сформировался положительным в размере 500 миллионов долларов. Чистый рост прямых иностранных инвестиций в республику составил 1,7 миллиарда долларов. Тамила Икрамова продолжит. Основным источником государственного финансирования социально-экономического развития страны является государственный бюджет, который в целом должен быть сбалансирован. То есть его доходы и расходы должны быть примерно равны. В условиях, когда внутренний финансовый рынок ограничен по своим масштабам, страны используют внешнее заимствование. Особенность развивающейся экономики, подобной Узбекистану, в частности в том, что масштабы реализации инфраструктурных проектов все время возрастают, и государство должно иметь возможности их осуществления в самые короткие сроки. Только на поддержание дорожной инфраструктуры ежегодно требуются средства в размере до 2 миллиардов долларов США, что составляет примерно 9,7% запланированного государственного бюджета страны на 2023 год. За последние 5 лет основная часть государственного внешнего долга направляется на инфраструктурные проекты. На 1 октября 2022 года совокупный государственный внешний долг Республики Узбекистан составляет 26,2 миллиарда долларов, и это приблизительно 34% от валового внутреннего продукта Республики Узбекистан. В текущем году будет привлечено около 4,5 миллиарда долларов США внешнего долга, в том числе 2 миллиарда долларов для поддержки бюджетных расходов государства, а 2,5 миллиарда долларов для реализации инфраструктурных проектов. В течение 2022 года за счет средств внешнего долга были профинансированы важные инфраструктурные проекты. Это реконструкция автомобильных дорог с общей притяженностью 269 километров, строительство 243 километров водоводов питьевой воды и более 83 километров оросительной воды, 15 пунктов распределения питьевой воды, реконструкция 817 гидротехнических сооружений. Это лишь малая часть примеров использования средств заимствования на проекты инфраструктуры. По данным Центробанка, финансовый счет за 9 месяцев 2022 года впервые за многие годы сформировался положительным – в размере полмиллиарда долларов. Чистый рост прямых иностранных инвестиций в Республику Узбекистан составил 1,7 миллиарда долларов. Напомним, что 20 января этого года международное рейтинговое агентство Moody's объявило о повышении суверенного кредитного рейтинга Узбекистана с B1 до BA3, а также изменило прогноз позитивного на стабильный. По словам специалиста, причиной тому несколько фактов. Благодаря устойчивости привлекаемого внешнего долга, устойчивости макроэкономического роста, макроэкономической стабильности и высокие темпы роста экономики позволили поднять рейтинг Республики Узбекистан. За 9 месяцев 2022 года было погашено более 800 миллионов долларов непосредственно бюджетных долгов. В целом от экономики, это включая и государственные предприятия, и частный сектор, около 1 миллиард 800 миллионов долларов. Мы закрываем больше, чем мы привлекаем. Поэтому ситуация стабилизировалась. И по оценкам международных рейтинговых агентств, международных финансовых институтов, в ближайшие 3 года резких колебаний, резкого роста внешнего долга Республики Узбекистан не ожидается. Редактор субтитров А.Семкин